привет друзья добрый день я уже дома сделала себе салатик обычно лук авокадо салатные листья и заварила картошки порошок вот этот вот знаете есть обычная картошка картошка но мне вот это прям очень по душе с крылышками то вчерашними ой я же еще вчера на днях надо кстати вы сейчас положить курицу за 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 это замариновала где же у меня пакеты вы знаете хотела сделать себе кеба у нас магазине продается курица уже готова для кеба но она там знаете что то 200 грамм 5 евро по моему я такая думаю нифига себе я за 5 евро куплю пол курицы курицу целую так а где же у меня эти сделаю его в этом короче в духовку запихаю и будет нам и для кебаба этого кебаба курица и вообще просто потому что я то буду с крылышками копчеными есть а может у меня такое не есть вы говорите вот там некоторые в испании там нет копченостей на севере есть побольше копченостей чем у нас но не тут не особо любят копченые это вот знаете мы наверное такой любители копченостей а здесь нет прям совсем соком туда вот сейчас забабахаю вот так и в духовку отправлю ой как раз пахнет этот соус так распределю я думала тут грудка всего лишь куриная а тут а тут аж пол курицы такие штучки там специально знаете чем показывать сейчас все везде одно и то же я некоторых блогеров смотрю других стран они так рассказывают как будто знаете все кругом дурачки у нас вот там это мусор сортирует к где его не сортируют его во всех странах сортируют другое дело что люди не сортируют это да ну ладно каждому свое картошка наверно уже заварилась сейчас как наварю наемся сейчас сначала положу в духовку смотрите какая грудка получилась я в шоке какая вкуснятина какой кебаб еще соус есть а это я уже порежу вот так вот и будет у меня на на кебаб сделала вот так руками прям вообще вы знали что курицу едят руками так что чарли тоже тут уже просит сейчас ему вот это да на он же знаете какой понюхает и посмотрит надо ему это есть или не надо это немножко сгорело выбросим а из этого сделаем кебаб завтра там или послезавтра у меня еще правда щей есть но ничего вкусняшка руки помыты два раза три раза или уже 15 раз тем более это все мне в рот никому-то не на продажу так что можно и так но это я ножницами порежу заодно хочу и ананасик порезать и знаете на чему какую тему с вами поболтать я вот тут сейчас задумывалась над своим как говорится профессиональным вопросом в том что все вот соседка типа в испании нет нормальных парикмахеров и стригут плохо красят плохо все все плохо я короче знаете особо у меня ну как я по парикмахерском не шастала никогда не в россии не здесь потому что ну не шастала сам себе парикмахер и вот я знаете начала задумываться и просто смотреть по сторонам вот я нигде на улице не увидела плохо стриженных женщин или там знаете тут от стрижен там от стрижены или не прокрашенных женщин я не встречаю наоборот я бы сказала здесь женщины каждую неделю ходят на укладку мне кажется в россии каждую неделю женщин не ходят на укладку каждую неделю и они делают укладку раз в неделю вот у меня приходят женщины я делаю например по субботу мне хороший день я им субботу ложила волосы и они до следующей недели 1 месяц у них обязательно покраска то есть уже у испанских женщин очень хороший волос он толстый густой но у них с 20 лет уже седые волосы то есть говорить то что в испании не умеют красить я бы так не сказала потому что иначе бы они бы все ходили с седой головой абсолютно все потому что у нас вот говорю у нас родственники в 20 лет они уже с седыми волосами может быть знаете я что тут обратила внимание у славянских девушек совсем другой тип волос у нас волос тонкий ломающийся обычно вьющийся и может быть может быть испанки парикмахеры не не особо как бы практики нет чтобы практиковать на ком-то с таким волосом да например если к ним азиатский волос волосы их же тоже много они жесткие вот так в разные стороны тоже не каждый парикмахер с этим справиться правильно и вот ходят я так вот на улице хожу и думаю а почему всегда говорят что вы там вот на за всю европу европа не буду говорить но вот про испанию что здесь парикмахеры плохие я бы не сказала друзья потому что я вам говорю они каждый они очень ухаживают ну и как у настоящего блохера у меня села батарейка так вот я к волосам поэтому русские и привыкли ходить к русским потому что наши волосы как говорится они уже знают они знают как с ним работать как как что а у испанок очень хороший волос но говорю седина у них им каждый месяц приходится краситься потому что даже у меня есть клиентки которые ходят на покраску каждые три недели используют разные средства для корней волос чтобы вот например три недели проходят с покраской а потом добавляют есть такие разные средства ну на на корне вот так брызгаешь спрей да и он как бы не видно что там эти попробуем вкусно какой что там седина так что вот так вот а то что парикмахеры там или там ногти не делают будут делать плохо ищите ищите и все найдете и про ногти да может быть я не спорю потому что здесь как-то не особо знаете за ногтями там делают как вот у нас россии там например так же как и про ресницы ресницы тоже здесь особо никто не делает потому что жара все на пляже целое лето нафиг какие то зачем они нужны эти ресницы хлопай вот а вот про волосы могу поспорить потому что ну вы сами вот видели кто живет в испании как испанки ходят что у них так отстрижено плохо что ли нет у всех стрижечки у всех укладочки поэтому все замечательно все хорошо просто вот наверное наш волос другой и вот испанки и рис парикмахеры испанские не знают как с ним работать или может быть даже знаете проблема как говорится муж всегда если что-то он не понял типа он говорит это проблема до идиома то есть языковая проблема это к тому что неправильно объяснили что вы хотели вот тоже на это очень много влияет потому что нужно с парикмахером общаться нужно рассказывать например иногда приходит с такой фотографии что ты видишь что где-то невозможно сделать а вот дамочка хочу ну хочу у меня лежал наверное где-то не 5 и и очень вкусным стал так что вот так друзья вот я бы поспорила что парикмахеры плохие а вот наши русские да раз в месяц на прокраску и все а испанки каждую неделю почему-то в субботу может потому что выходной у них у него было логичнее в понедельник сходил и всю неделю ты уложен правильно это же надо уметь еще уложить волос так чтобы он всю неделю у тебя держал света как это говорится прическа а я вот некоторых даже смотрю в россии так укладку делают я говорю она выйдет за угол и вся эта укладка вот так но опять у нас волос такой у нас не держится укладка неделю вот у меня блин знаете помню когда длинный волос был я вот эту сторону укладываю а это уже все это уже в разные стороны поэтому оксаночка ватсап сейчас клиентку пообщаюсь что-то мне там написал мне это не нравится короче клиентка одна написала сказала что который сегодня мне приходит женщина с мамой мама что-то ее плохо себя чувствовать но она еще знаете против после короны в общем ли принесла эту корону нормально без температуры все дела ну вот уже месяца два она после нее никак не очухается очень слабая такая и в общем нету говорит сил вообще никаких в общем вот так вот короче спасибо вам за ваши комментарии вот я мне знаете когда его покупала сказали поливать очень очень мало а сейчас девочка написала что наоборот надо поливать сильно и у нее такой шикарный цветок вот она в инстаграме не написал спасибо большое что я не как бы верю настоящим но настоящим но естественно настоящие люди да у которых действительно как говорится есть такой цветок и вот если эти новый листочек типа вырос но буду поливать короче я пыталась его не поливать но увидите какой исход так что теперь буду его поливать посмотрим что ты тут орешь мне ты что там выглядываешь вот так что вот один одного клиента и минус как говорится минус один клиент у меня сегодня ну ладно ну ничего страшного тау-тау-тау-тау-тау-тау-тау-тау там сосед всегда сидит и читает что-то А когда тепло и солнышко, они открывают балкон, и вот там они загорают, типа того. Ладно, пойду я чайку, что ли, попью. Я думаю, что сегодня мне удастся попасть на закат, потому что я уже освободилась. И едем вон туда гулять. Смотрите, какой закат классный. Все, едем. Смотрите, это оказывается мимоза, а я даже не знала об этом. А сейчас иду, гляжу. А это такой красивый, зацветает мимузятина. Народу столько на пляже. С детьми играются, бегают. На этих, как их называется, на коньках, на колесах. Либо вот, а, наконец-то ветра нету. Да, Чарли? А этот что-то боится. Полпути уже на руках его пронесла. Не дает мне наслаждаться красотой. Эй! Эй! Так, друзья, сейчас хочу себе, знаете, что сделать? Яйцо от пашота. Яйцо пашот. Чуть-чуть надо туда уксуса. И вот так вот воронку делаем. Вот так воронку делаем, чтобы она такая воронка была. И во внутрь этой воронки выливаем яйцо. И посмотрим, что получится. Кручусь, верчусь, яйцо получусь или что? По идее должно получиться. Но что-то оно у меня, по-моему, это. Куда-то яйцо. Отдельно желток, отдельно белок. Что-то, знаете, не совсем получился пашот. Пашот отдельно ушел. А что, не пойму ничего. А что не получилось, почему? Может, еще надо крутить. Короче, какой-то суп получился. Ой, блин. Яйцо, ты где? Ой, блин. Друзья, у вас получался когда-нибудь этот пашот? Может, его не надо, чтобы он кипел? Нет, что-то не получилось. Вообще должно было быть, чтобы желток, типа, был. А тут что-то у меня все отдельно. Блин, целое яйцо испортило. А так все было красиво на видео. Все получалось. А тут что-то нет. Ну, ладно, желток съем. Я вот так на авокадо сейчас его забацаю. Ай, он все выплывает, уплывает. Короче, какая-то фигня получилась. Вы вообще когда-нибудь делали это пиццо? Слушайте, ну на видео так все просто получалось вообще. А тут что-то не получилось, не знаю. Почему? Вроде все так делала, как надо. Ну, ладно. Без пашота поедим. Это мой ужин. Всем приятного аппетита. Блин, еще и авокадо не совсем спелый. А вообще вкусно. Буду наслаждаться. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры оставил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...